Он спас ребенка ценой своей жизни и получил орден посмертно. Накануне мы рассказывали историю Валерия Евдокимова, военнослужащего УГРВ, а сегодня связали с его родными. Сейчас они живут в России. У Валерия осталось двое детей, Кирилл и Лиза. Вот они, рядом с бабушкой. Эти кадры мы снимали в августе, сразу после трагедии. Тогда, кажется, дети еще не осознавали, что случилось. Сейчас родные Валерия в Санкт-Петербурге. Мы сейчас, понимаете, очень тяжело, потому что сейчас мы здесь проходим психологов очень сильно. Кирилл вообще замкнулся, он практически разговаривать перестал, это сын. Агрессия, вот это все, ну, как бы, ну, очень тяжело. Здесь очень много работают с ними. А с Лизой то же самое. У нее, знаете, вот, ну, как, скорее всего, как, немного было как забывчивость, потому что шок. Все случилось 1 августа. Валерий гулял с детьми у Днестра. Услышал крик, тонул ребенок. Мужчина, не раздумывая, бросился его спасать. Спас. Но сам на берег уже не вышел. Дети для него были всем, рассказывают родные. Первое, что делал после службы, обнимал сына с дочкой. В наряде постоянные звонки с вопросом, как дела. Дома в Приднестровье строил им игровой городок. Успел сделать только качели. Он горку хотел сделать еще им. Там же это, уже была, уже лестница сварена была. Помимо качель, там же лестница была с этими стоят. Ну, качать с турниками. Но то, что горку, еще что-то. Горку, потом, да, площадку увеличить. Площадку больше. Там вот так много труп. Я потом уже после похорон, вокруг дома. А ребята, он купил железо, оно было в армии. Ребята привезли с армии. Говорят, вот Валера купил. И после похорон, после девяти дней они привезли вот это все железо. Говорят, это он закупал все для детской площадки. Валерий служил в УГРВ с 2008 года. Подвиг героя отметили награды. Орден за личное мужество. Посмертно. Указ подписал президент Красносельский. Была немножко удивленная. Ну, спасибо, что все-таки уважение моему сыну. Ну, хотела бы живого лица. Летом дети с бабушкой приедут домой в Приднестровье. Навестят могилу героя, которого они потеряли.